В последние дни многие будут искать истину, многие будут в смятении, и знание человечества увеличится. Взгляните вокруг. Мы живем в последнее время. Джон Бивир имеет пророческое призвание от Бога, и послание для этого времени этой нации, и в частности для вас. А также его жена Лиза раскрывает истинность Слова Божьего, поможет вам узнать, кем вы являетесь во Христе. Цель программы Джона и Лизы Бивир Посланник наполняет землю познанием Божьей славы. Добро пожаловать в нашу передачу. Мы с Лизой очень рады, что вы присоединились к нам сегодня. Это вторая часть восьмисерийной передачи о смирении. О смирении, верно. Мы разбили ее на две части, так что каждая серия состоит из четырех частей, и первая часть называется «Новый взгляд на Иисуса». В нашей прошлой передаче мы говорили о том, что когда Исаия увидел Господа, его жизнь изменилась коренным образом. Я думаю, что после очищения он стал отчетливее слышать голос Божий. Я молился по этому поводу, потому что верю, что это именно то, в чем сегодня нуждается Америка, Церковь и каждый из нас. В этом нуждается весь мир, верно? Мне нужен свежий взгляд на Иисуса. Верно. Потому что в Библии сказано, если мы взираем на Него, мы преображаемся в Его образ из славы в славу. Это и есть цель христианства – быть подобным Иисусу, иметь близкие отношения с Ним. Ты только что упомянул имя Исаии. Да, упомянул. Прежде чем Исаия увидел Господа, что-то произошло. Что же произошло? Знаешь, Лиза, когда я молился недавно, Бог сказал мне, что я не так начал главу. А Он сказал, вернись и прочитай главу заново. Там написано, в год смерти царя Озии видел я Господа. А что значит имя Озия? Однажды Господь сказал, что Озия должен умереть прежде Исаии. Можешь ли ты получить откровение обо мне из прочитанного? И я ответил, кто такой Озия? И я пошел и нашел в нем во второй книге Паралипоменон. Он был одним из прямых протомков Давида. Он стал царем в Иудее, когда ему было всего лишь 16 лет. Знаешь, когда тебе только 16 лет, а ты уже поставлен царем над миллионом людей. Правильно. Если ты сообразительный, ты будешь искать Бога. И это именно то, что Озия начал делать, искать Господа. Страстно искать Господа, в результате чего он стал преуспевающим во всех своих делах. Верно. Пока Озия искал Господа, он сделал его процветающим царем. Но когда он стал сильным царем, в его сердце зародилась гордость, и он вошел в храм Господа и совершил пораступок. Значит, став успешным, он возгордился? Да, он возгордился, потому что стал останавливать свой взгляд на том, что Бог делал через него. Когда я дошел до того места, где Озия умирает, Господь дал мне откровение, что когда умирает гордость, мы больше познаем Иисуса. У имени Озия довольно интересное значение. Оно означает превозносить самого себя. Минуточку, я этого не знал. Ты серьезно? Это поразительно. Да, именно так. Оно значит превозносить самого себя. Да, знаешь, это настолько интересно. Он стал гордиться достигнутым, потому что на самом деле думал, что сам достиг успеха. Он забыл, что это Бог сделал его преуспевающим. Мы должны помнить, что мы просто люди. Ты бы ничего не смог сделать, если бы Бог не дал тебе способности делать это. Когда вы осознаете это, в вашем сердце не будет места для гордости. Любое дело, которое Лиза умеет делать, любая книга, которую она написала, и которую написал я, или что-нибудь другое, все это только благодаря тому, что Бог дал нам способности и дары, если ты послушен. Потому что это вам не принадлежит. Правильно, но это не о тебе, ты полностью зависишь от него. Он дает тебе все полномочия, иначе ты просто не должен делать этого. Знаешь, Лиза, когда люди получают это откровение, меня это очень радует. Они перестают соперничать друг с другом. Верно, соперничество умирает. Соперничество должно уйти, потому что оно является корнем зависти. Слово Божие говорит, что когда в вашем сердце живет зависть, там же находится неустройство и другое зло. Кажется, это церковь. Ой, точно. В любом случае, мы прямо сейчас переключаемся на проповедь, а в конце передачи Лиза и я вернемся, чтобы послужить вам еще немного. Дух гордости и дух религиозности идут рука об руку и укрепляются, прикрываясь друг другом. Гордость не позволяет человеку признать, что он стал религиозным, а религиозность тщательно прикрывает гордость своим духовным поведением. Вы найдете одну из самых сильнейших форм гордости на планете внутри церкви. Что же происходит в этом случае? Молодой человек становится царем в 16 лет. Он понимает, что если он сообразительный человек, то ему нужно искать Бога, особенно если тебе только 16 лет, а ты несешь ответственность за миллион человек. В результате поиска Бога он становится высоко духовным человеком. Происходит духовный подъем. Вы со мной? Именно это происходит с человеком, когда он ищет Бога. Потом, когда он становится высоко духовным человеком, когда он становится сильным, он прекращает делать то, что делал в начале. То есть он перестает искать Бога, но закон инерции сохраняется. Озия продолжает жить как духовный человек, но в его жизни уже нет того, что подкрепляло его дух. Вы понимаете меня? Вы продолжаете видеть успех и благословение в своей жизни, но то, что вначале запустило эти благословения, больше не работает. Вы что-то получаете? Теперь Озия больше стала обращать свой взор на то, что Бог делает через него, нежели на то, что Бог сделал. Но что же происходит потом? Пришла проказа. Что же такое проказа? Проказа – это форма видимого Божьего наказания, действующая в Ветхом Завете. Форма открытого очевидного греха в Новом Завете. Когда я молился по этому поводу, я сказал, «Бог, Он показал мне все, о чем я сейчас говорил вам». Господь сказал мне, «Сынок, позвольте мне начать с предыстории. Я путешествую уже 15 лет. 15 лет я в служении. Я ездил по всему миру. Посетил в это время самые большие и самые важные конференции. Я был в разных церквях, но с болью в сердце я должен сказать, что не могу вспомнить ни одного месяца из этих 15 лет, чтобы я не услышал, чтобы какой-нибудь лидер не впал в сексуальный грех». Дух Святой сказал мне по этому поводу, «Сын, у них нет проблем с гормонами, у них проблемы с гордостью». Корнем сексуального греха является гордость. Вы должны понять, что если вы были гражданином Иудеи, вы бы поняли суть проблемы Озии, точно так же, как мы понимаем суть наших проблем. Внезапно жители Иудеи узнали, что у царя Озии проказа. Но Бог открыл нам суть проблемы, корень всего этого – гордость. Позвольте мне кое-что вам сказать. Вы помните день, в который вы приняли спасение? Вы помните, как это произошло? Кто из вас помнит это? Я хочу увидеть ваши руки. Вы помните, как и когда вы стали спасенным человеком? Как вы пришли в церковь? Как вы сидели на краешке стула? У вас была записная книжка, карандаши, мелки, маркеры, правда? Послушайте, вы сидели на краешке сидения, впитывая каждое слово в себя, верно? Потому что вы хотели получить слово от Бога. Вам было все равно, кто проповедует. Для вас это был самый лучший проповедник. Вы прочитали свою Библию два или три раза. Вы прочитали несколько книг, посмотрели несколько видеокассет. Вы даже окончили библейскую школу. Может быть, вы несете какое-нибудь служение в церкви. И сейчас вы пришли на проповедь с мыслью. Ну хорошо, посмотрим, что нам расскажет этот проповедник. Чем еще удивить? Вы понимаете, что происходит? Гордость и религиозность идут рука об руку и укрепляют свои позиции, прикрывая друг друга. Вы со мной? Поэтому Господь сказал мне, сын, гордость должна умереть, чтобы ты снова мог увидеть меня. Дальше он сказал мне, сын мой, насколько гордость умерщвляется в тебе, настолько ты сможешь увидеть меня. Следите за мной. Послание к филиппийцам, 3 глава. Я хочу показать вам другого человека. Филиппийцам, 3 глава. Павел написал о себе целую главу. Он начинает 3 главу, рассказывая о своих достижениях и о своем высоком положении до встречи с Иисусом. Друзья, читаем стих 3. Павел пишет, потому что обрезание, мы служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. И далее он говорит о том, что он успел достичь до встречи с Иисусом. А теперь смотрите, что он говорит. «Обрезанный на восьмой день из рода Израилева». Это значит, что он потомственный еврей из колена Вениаминова. Еврей из евреев. Скажите все, еврей из евреев. Это подобно докторской степени теологии. Сегодня в Америке докторская степень теологии – это не такая уже высокая заслуга в глазах людей. Но вы знаете, что Израиль – это религиозная страна. Потому что если вы еврей из евреев, и у вас докторская степень по теологии, то вы очень уважаемый и важный человек. Вы понимаете, что я имею в виду? Это высокий статус в обществе. Посмотрите, что он говорит дальше. «По учению фарисей». Все скажите «фарисей». Фарисеи были не только лидерами духовенства, но также они были лидерами в правительстве и политическими деятелями. Верно? Они были как ваш епископ. Если бы он, например, был не просто пастором, но сенатором, сенатором штата. Смотрите внимательно. Шестой стих. «По ревности гонитель Церкви Божьей». Этим он снискал себе очень высокое положение в обществе. По правде законной, непорочной. Но в седьмом стихе он продолжает. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою, да и все почитаю счетою, ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Все скажите «сор». А теперь позвольте мне рассказать то, что было открыто мне Духом Божьим по этому поводу. Это место в Писании переведено не совсем точно. Вы знаете, что слово «сор» правильно переводится здесь как «помет» или «испражнение». Извините, если это оскорбило вас. Я не хотел быть грубым, но вы должны понять, что после 11 лет пеленок слово «испражнение» стало обычным в нашем доме. Поэтому я надеюсь, что вы меня правильно поймете, и это не будет оскорбительно для вас. Павел показал следующее. «Все достижения, все статусы и положения, все, что я сделал до встречи с Иисусом, все – испражнение». Всем понятно? Не знаю, как вы, но когда я встаю утром, я всегда опорожняюсь в унитаз. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда я смываю содержимое унитаза, я в последний раз думаю о том, что там лежит. Я буду сегодня натуралистичным. Но я проиллюстрирую вам свою мысль. Я имею в виду, что я не буду целый день думать о том, что я делал в туалете. Люди, я вчера так наелся. Мне так понравились эти орешки. Они такие замечательные. Теперь я так обильно сходил в туалет. Я знаю, что это смешно. Кто из вас понимает, что я имею в виду? Когда я сегодня смывал унитаз, я в последний раз думал о том, что там лежало. Я смыл его и больше о нем не вспоминаю. Вы со мной? Я не буду целый день думать об этом. Я не буду говорить себе, что мне нужно это забыть. Я просто забываю и все. Вы поняли это? Это путь для каждого истинно спасенного человека. Если вы действительно спасены, все ваши звания и достижения без Христа – это испражнение, верно? Раньше я играл в теннис в университетской команде в университете Пурду. Я был ведущим игроком в команде. Мое имя было в списке у декана университета. Я имел множество достижений до момента своего спасения. Но когда я стал спасенным человеком, я понял, что без Христа все это не нужно. Я никогда не сожалел об этом. Я никогда не хотел вернуться. Но, послушайте, Павел не просто говорил об этом. Посмотрите 12 стих. Он продолжает говорить. Говорю так не потому, что я уже достиг. Все скажите «уже достиг». Итак, сейчас он говорит о чем-то совершенно противоположном. Он говорит «Или усовершился, но я стремлюсь». Продолжаю. Все скажите «стремлюсь». Взгляните на меня. Кто из вас знает, что мы не стремимся маленькими шажочками? Вы не отправляетесь в круиз, чтобы стремиться. Вам нужно стремиться. Вы со мной? Что значит стремиться? Стремление – это противоположно сопротивлению. Он говорит «Я стремлюсь, я стремлюсь, я стремлюсь». Вы понимаете? Он сказал «Но я стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе и Иисусе». Взгляните на меня. Давайте скажем «Только одно». Скажите еще раз. Скажите еще раз. Он не сказал две вещи. Он не сказал три вещи. Он не сказал четыре вещи. Он сказал, что есть только одно, что может помешать мне стремиться. Он сказал «Это одно я забываю». Давайте скажем «Я забываю». Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе и Иисусе. Посмотрите на меня, пожалуйста. Послушайте меня. Павел говорит «Я стремлюсь к высшей цели». Правильно? Скажите все «К высшей цели». Есть только одно, что я должен делать, чтобы достичь. Не две вещи, не три вещи, не четыре вещи. Вы понимаете? Я хочу быть уверен, что это просто запечатлелось в вашем сердце. Это не две, не три, не четыре вещи, а только одна. Что же это? Забывать заднее. Вы понимаете? Все свои достижения до момента спасения он считает никчемными. Вот почему я был таким натуралистичным вначале. Разве я сижу в туалете, оправляясь целый день? О, парень, ты наложил такую большую кучу сегодня утром. Я не помню о ней, я сразу же забываю про нее. Я смываю ее, и ее больше нет. О чем Павел теперь говорит? Он говорит, что не нужно останавливаться на достигнутом. Он говорит о том, что то, что Иисус сделал через него с момента его спасения, он сказал, никогда не забывать этого. Это единственное, что мешает мне стремиться к высшей цели. Можно мне взять маленький? Давайте скажем, цель. Я стремлюсь. Я стремлюсь к высшей цели. Позвольте мне сказать следующее. Было бы трагедия, если бы один из парней, играющих за Кубок Мира по футболу, ударил бы по мячу и мяч сделал бы красивую траекторию прямо в верхний угол своих ворот. Верно? Это была бы неверная цель. Было бы трагедия, если бы вы взяли пистолет, нацелившись на мишень, выстрелили, попали бы в мишень, но оказалось, что это не та мишень. Можно так сказать? Большинство людей даже не подозревают, какова цельное и высшего призвание. Какова цельное и высшего призвание? Павел говорит об этом в 10 стихе. Чтобы познать его, скажите все, чтобы познать его. Позвольте мне рассказать вам о том, когда этот вопрос возник у меня. Вернемся в 1982 год. Я начал молиться каждое утро по полтора часа, и половина моей молитвы состояла из следующих просьб. Отец, используй меня, чтобы изгонять дьявола. Господь, используй меня, чтобы исцелять больных. Господь, используй меня, чтобы воскрешать мертвых. Господь, используй меня, чтобы завоевывать души для Иисуса. Господь, используй меня, чтобы покорять народы для Иисуса. Я очень хотел делать все это, поэтому иногда я очень страстно молился за это. Дай мне души, или я умру. И это продолжалось в 1982, 1983, 1984 года. А летом 1984 или осенью 1984 года Дух Святой говорил ко мне, он сказал, «Сынок, твоя молитва не достигает цели, не точная мимо цели». Знаете, когда Бог говорит к тебе подобным образом, ты начинаешь думать, «Наверное, ты обзавелся таким количеством детей, что потерял правильное направление». Эти слова очень шокировали меня. Бог сказал, «Сын, ты можешь изгонять бесов, исцелять больных, завоевывать народы для Иисуса, и жизнь твоя может закончиться в аду». Он сказал, «Иуда оставил свою работу, он мог изгонять бесов, исцелять больных». Вспомни, когда 12 вернулись, не 11 сказали, что и бесы повинуются им. Все 12 сказали, что бесы повинуются им. Я спросил, «Какова тогда цель христианства?» Он ответил, «Цель христианства – знать меня лично. Те, кто будут знать Бога, будут сильными. И будут совершать великие дела». Я не предоставил мою жену Лизу Бивир как производителя. Вы со мной? Но представляете себе, что моя жена придет и скажет, «О, Джон, я хочу родить тебе детей. Дай мне детей, а то я умру». Я бы посмотрел на нее, как на женщину, у которой не все в порядке. Вы понимаете меня? Как появились наши четыре мальчика? От интимных отношений. Мы познавали друг друга в интимных отношениях. Вот о чем здесь говорится. Смотрите. Те, кто знает своего Бога, будут сильными и будут совершать великие дела. Вот характеристика служителей последнего времени. Вы получаете что-то? Я спрашиваю, вам понятно? Теперь Павел говорит, «Послушайте, есть только одно». Скажите все, «Есть только одно». Не два, не три. Я должен только одно делать для того, чтобы достичь цели – познать его лично. Это значит забывать то, что он сделал во мне и через меня. Я слышал многих людей, которые проповедовали по этому месту Писания. Они говорили, «О, вы должны забыть то, что было в вашей жизни раньше. Вы должны забыть ошибки и поражения. Все случаи, когда вас отвергали». Да, это очень хорошо. И это понятно, и это работает, но Павел говорит здесь не об этом. Это правильно, что не нужно помнить плохое, но не в том контексте, в котором говорит Павел. Вы со мной? Павел сказал, что единственное, что необходимо сделать – это лично познать Бога. Это забыть все, что Он совершил во мне и через меня. Я хочу, чтобы мы посмотрели на жизнь Павла. Давайте откроем с вами в 1 Коринфянам 15 глава. «Мое страстное желание, и я верю, что не только мое, но и Божье желание, чтобы каждый верующий в Него знал Его лично, потому что это нужно вам». 1 Коринфянам 15 глава. Вы еще здесь? Позвольте мне рассказать вам небольшую историю. Послание 1 Коринфянам было написано в 56 году нашей эры. Теперь я расскажу вам об этом времени, чтобы вам был понятен мой рассказ. Большинство ученых и историков, изучающих Библию, говорят, что Павел был обезглавлен либо в 66, либо в 67 годах нашей эры. Допустим, что в 66. Эта книга была написана в 56 году нашей эры. Через 10 лет Павел ушел к Господу на небеса. Вы следите за мной? Позвольте мне сегодня напомнить вам кое-что. Кто из вас слышал про доктора Лестера Самрала? Поднимите руку. Он был одним из величайших служителей в теле Христовом. В 1900-х годах я встретился с доктором Самралом, когда ему было 73 года. Он уже очень сильно влиял на мир. И я очень сильно уважал его. Я очень сильно нервничал, когда приближался к нему и ехал с ним в одном автобусе. Вы понимаете, о чем я говорю? Он ушел домой к Господу, когда ему было 83 года. Следите за ходом моих мыслей. Я встретился с доктором Самралом, когда он был в возрасте Петра, когда тот писал послание. К этому времени он уже успел насадить больше церквей, чем кто-либо другой. У него были церкви в Восточной Европе, в Азии. Он достиг в своем служении более, чем кто-либо другой. Посмотрите, что он говорит в этом письме. В 9 стихе он говорит, «Потому что я наименьших из апостолов». Посмотрите на меня, пожалуйста. Павел говорит, «Посмотрите на каждого апостола. Вы смотрите на одного из наименьших апостолов». Новый Завет говорит, что их было 23 или 24, и даже более того. Я имею в виду Тита, Тимофея, Варнаву, Силу и других. Правильно? Теперь скажите мне, кто знает, что их было больше 12? Павел говорит, «Посмотрите на каждого из апостолов». На каждого из них. Он говорит, «Я ниже всех. Я наименьший из них». А вы знаете, что такое лжесмирение? Никто не знает? Друзья, если знаете, поднимите руку. Лжесмирение проявляется, когда человек говорит правильные вещи. А в сердце происходят неправильные вещи. Могу привести пример. Вы говорите людям, «Да, это был не я. Не смотрите на меня так. Но про себя думайте. А ну-ка, оцени меня как следует». Понимаете, о чем я говорю? Вы знаете, как правильно подобрать слова? Сколько из вас знают, что такой вид смирения является обманом? Правильно? Почему это вы все затихли? Сколько из вас знают, что такой вид смирения является обманом? Это ложь. Человек, притворяющийся смиренным, говорит одно, а в сердце думает совершенно о другом. Не так ли? Друзья, вы согласны? Вы знаете, что люди, через которых Бог писал Библию, не могли лгать? Нам придется остановиться на этом месте, но у нас есть для вас радостная новость. На следующей неделе, в это же время, в этом же месте, мы продолжим разбирать эту тему. Знаешь, Лиза, я был в таком восторге, когда прочитал некоторые свидетельства, которые прислали нам люди. Конечно. Разве я сказала, что нет? Хорошо, я прочитаю ее свидетельства. Я знаю тебя слишком хорошо, потому что мы с тобой женаты уже 22 года. Это письмо от молодой женщины из Сингапура. Мы любим Сингапур. Я ездил в эту страну несколько раз. Бог совершает удивительные дела в Сингапуре. Да, я люблю ездить туда. У меня в Сингапуре есть один очень хороший друг, пастор Конг Хи. Я посещал многие церкви в Сингапуре. Что? Это молодая церковь в Сингапуре. Я очень люблю ее. Это следующее поколение лидеров. Мой дорогой друг, пастор Конг Хи, открыл церковь в Сингапуре 10 лет назад. Тогда она насчитывала 23 человека, а сейчас она насчитывает 17 тысяч человек. Средний возраст прихожан в церкви 24 года. И всякий раз, когда я проповедую там, Конг говорит мне, Джон, у нас 5 воскресных служений. Церковь находится на глубине 21 метр под землей. В зале помещаются 2500 человек. Он говорит, Джон, прошу тебя, проповедуй 5 разных тем. Я сказал, почему? Потому что им разрешено приходить только на одно служение в воскресенье. Им предоставляется только такая возможность получать слово. Американцы заставляют своих детей посещать служение. Это не Америка, это Сингапур. Наши дети так, конечно, делать не будут. И он сказал, что они и будут делать. Эх, американцы. Ты скромная. В любом случае, они смотрят остальные 4 служения по интернету. Ух ты! Вот такие они голодные по слову Божьему. Ну, так о чем свидетельство? Она пишет, что она молодая девушка. Она говорит, мне 19 лет. Я хочу сказать, что книга Лизы «Целовать до слез» очень сильная книга. Она полностью преобразила мою жизнь. Друг дал мне ее недавно, когда я переживала пустынное время в своей духовной жизни. Эта книга открыла мне силу чистоты. И через ваши книги, Лиза, Иисус разрушил иго нечистоты в моей жизни. Я знаю. Я очень давно обнаружила, что борюсь с нечистотой в мыслях. Через вашу книгу Бог побудил меня установить высокие стандарты чистоты в моих отношениях. Я знаю, что я буду теперь ежедневно распинать свою плоть, и Бог даст мне силы для этого. Хоть я христианка уже три года, раньше я не посвящала свое тело Христу, но теперь я это сделала. Благодарю вас. Вы настоящее благословение для меня. Здорово. Да, знаете, все эти письма примерно об этом же. Именно поэтому мы служим вам посредством телевидения. Именно поэтому нас могут смотреть в 214 странах. Мы пишем книги, потому что Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Мы должны проповедовать Евангелие, потому что Он очень сильно возлюбил вас. Он хочет освободить вас от тьмы и ограничений вашей жизни. Да. Я имею в виду, что эта девушка в итоге сказала Богу, Бог, я никогда раньше не открывала для тебя эту сферу моей жизни. Я не знаю, какая сфера вашей жизни нуждается в исцелении, но вам нужно просто смириться и сказать, Бог, я пыталась решить эту проблему самостоятельно, но безуспешно. Но сегодня я смиряюсь и отдаю тебе эту сферу моей жизни. Давай прямо сейчас помолимся о людях. Я чувствую в сердце, что есть люди, которые сегодня борются с аморальностью. Это порнография, внебрачные связи, блуд, прелюбодеяние, гомосексуализм. Мы хотим сегодня молиться о вашем освобождении через Иисуса Христа. Или, может быть, вы женаты, и вы не можете получать удовольствие в браке. Да, мы хотим сегодня молиться, чтобы в вашей жизни пришла свобода в эту сферу. Отец, во имя Иисуса, поднимите руки сейчас и повторяйте за мной. Отец, во имя Иисуса, прости меня. Я был непослушен твоему слову, и я предавал себя нечистоте. Я раскаиваю сейчас во имя Иисуса, и я благодарю тебя, что это остановлено в моей жизни. И сейчас, Господь Бог, во имя Иисуса, я молюсь о каждом человеке, который смотрит нашу передачу. Я останавливаю сейчас действия моральности в их жизни. Я повелеваю сейчас всякому духу извращения, похоти, порнографии, блуда, прелюбодеяния. Я повелеваю вам убраться из жизни каждого человека во имя Иисуса. Я постанавливаю свободу и разрешаю свободе, которую Иисус уже даровал, прийти в жизни людей. Аминь. И, Отец, я молюсь об освобождении от всякого стыда. Я благодарю тебя за то, что приходит свобода, что эти люди больше не будут бороться и страдать от постыдных воспоминаний или чувства вины во имя Иисуса. Вы знаете, что Библия говорит о крови Иисуса? Она омывает вас и убеляет, как снег. Она погружает ваши грехи в море забвения. Я помню один случай из моей жизни, когда я исповедовал свой грех перед Богом. Я никак не мог получить свободу. Я чувствовал стыд, о котором ты сейчас говорила. И Господь сказал мне, я не помню того, что ты сделал. Я сказал, что? И Он ответил, я не помню того, что ты сделал. Верно. Он сказал, я все забыл. Если Бог говорит, что Он забыл, значит, Он забыл, потому что Он Бог. Это просто удивительная свобода, которая приходит через кровь Иисуса Христа. Не забудьте пригласить своих друзей и соседей на чай. Увидимся на следующей неделе. Бог да благословит вас обильно. Мы вас очень сильно любим. Вы смотрели передачу «Посланник» с Джоном и Лизой Вивер. Сегодняшняя мощная проповедь – это часть цикла, несущая Евангелие в эти последние дни. Если вы хотите получить информацию о различных видеокассетах и книгах, провозглашающих важные истины последних времен, закажите наш бесплатный каталог и прилагаемую к нему рассылку «Вестник», где также содержится план текущих поездок Джона и Лизы, чтобы вы могли узнать, когда они приедут в ваш город. Наш адрес и бесплатный телефон вы видите на экране. Смирение формирует характер. Пустыня формирует в нас характер для того, чтобы мы смогли выйти победителем из этого испытания. Смирение делает нас чувствительными. Давид всегда и в любой ситуации спрашивал Господа. Давид не делал ничего до тех пор, пока не узнавал, чего желает Бог. Смирение – это не слабость или недостаток смелости. Истинное смирение дает вам силы и защиту от врагов. Те, кто знает и чтит своего Бога, должны усилиться и начинать действовать. На двух видеокассетах, которые называются «Скрытая сила смирения», Джон Бивир показывает вам, как придерживаться правильного направления и представляет новый взгляд на Иисуса. Вы также получите книгу Джона, которая называется «Приближаясь к Богу». Здесь рассказывается о том, как обратить на себя Божье внимание, развить огромную жажду по нему и услышать его голос. Вы можете получить книгу «Скрытая сила смирения» на DVD или двух видеокассетах, а также книгу «Приближаясь к Богу» по одинаковой низкой цене. Пришлите 26 фунтов стерлинга по указанному адресу или сделайте заказ через интернет. Дорогие телезрители, мы очень рады, что вы смотрели программу Джона Бивира «Посланник». Мы будем рады услышать ваше мнение о передаче. Напишите нам о том, что Господь совершает в вашей жизни через эти послания. Ждем ваших писем по адресу. Джон Бивир. Абонентный ящик 2452 «Таллинн» 13602 «Эстония». Адрес в интернете info.atlivetv.ee Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова